В жопу интро, приступим. И вы на репортаже у Жорика Квартанова, сегодня мы продолжаем проходить тени-бани, или же зайчики, или как там их по жизни, я вообще не знаю, их рот пихал, сейчас я возьму себе чай, печеньки тоже берите и приступайте к просмотру, езжи. Так, как и большинство очкариков, наверное. Ладно, хрен с ним, что там было в прошлом выпуске, так что продолжим. Я пересилил себя, и выбрался из теплой постели. В старую школу меня обычно провожал папа, но этим утром из родительской спальни не доносилось ни звука. Неужели проспали? Оно и к лучшему, не хочется в первый же день прослыть папеньким сыночкам. Наверное, родители лежат сейчас под одеялом, и видят сны, где все по-прежнему легко и понятно. Хорошие сны, пустил живые. Чтобы никого не разбудить, особенно мирно спящий Оли, я покрал сюда первый этаж, стараясь наступать на середину половицы. Так я забавлялся еще в прошлой квартире. Если ступать, попадая до щель между досками, считай, сгорел. Стрелки, часов. Нарезали время. Стоит поторопиться. Скорее, скорее, слишком быстро. Я сделал круг по прихожей. Лава кипела. А в зазорах между половицами надо идти аккуратно. Выжить любой ценой. Прыг-прыг. Словно жаба по кочкам. Словно трусливый зайка в роще, кищащий волками. На кухне я сделал бутерброд. С трудом протолкнул его в желудок. Запил холодным чаем. Аппетит был, как у человека, идущего на гильотину. Что такое гильотина? Ладно, здесь нет. Я не знаю, что такое. Я знаю, что такое каторга. Но я знаю, что такое гильотина. Я потупился и увидел, что правая ступня стоит сразу на двух досках. Сгорел и переставил ногу. В животе закопошился мерзкий смееныш. Страх перед тычками и гадкими прозвищами. Часы щелкнули стрелками. Пора. Ранее утро было. По-зимнему, темным. Мрак из домов. Здесь никогда не ходил до конца. Я долго зашнуровывал ботинки. Застегивал пуховик на все пуговицы. До последнего, оттягивая неприятный выход в полу тьму. В тревожную неизвестность. Протер очки. На удачу. Хотя я не припомню случая, когда эти... Толстенные стекляшки принесли бы мне везение. Небо напоминало огромный кровопотек. На востоке громоздилось и разбухало черная туча. Слизывало звездами и гасило расцветное зарево. Тьма облепила деревья. Осторожные птичьи скрики путались в зарослях. Я запер входную дверь длинным ключом, который носила шеи. Так родители обязательно носят меня в шнурок, в петлю. Опасаясь, что я растяп и потеряю ключ. Ветер свистел за калиткой, приглашая в новую жизнь. Навстречу с сомнительным приключением. И будто старый приятель увязался за мной, подталкивая спину. Тени сосен раскинулись, поглотив тень в пустыря так. На проходе к лесу я спрятал нос под фонарик. Под воротник, точнее, так. Весь находился, сутулился, вклинился в просеку. Высокие деревья опустили тропинку. Под ногами шуршалось нежное покрывало. А сверху ветер сплетался, образуя полок. Отрезая меня от жалкого мерцания звезд. Ночь не думала убираться из чешобы. В темноте деревья проходили на косматых старух и пахли могильной землей. Стволы превращались в потрескавшиеся морщинящие морды с ортами-дуплами. Зазевавшиеся и замешанные ведьмы утащили в лесные дубли. Будут потом родители бродить по лесам, голосить «Антон! Антон! Мёртвые! Не отвечают живым!» Или отвечают? Паника разрастается в Грузии. Я готов был явиться в школу, хоть у папы на руках, только бы не видеть, как тьма, словно чёрный отец, поднимается во врагах. Я обернулся, показал, что кто-то нырнул за кусты. Стоило мне ускорить шаг, как позади заскрепил снег. Лес задохнулся гигантскими лёгкими. Затрещал бурелом. Ветер птиц. Всё осталось в поле. Шум леса были единственными с бутиками. Какого ухода ты не развернёшься и не посмотришь, кто там скачет, сука, ёбаный ворот. А, это мы шагаем так. Я шёл, слушаясь. И всё сильнее я ощущал незримое присутствие. Будто кто-то следит за мной. По пятам. Стараюсь попадать в такт моих шагов. Я оглянулся так резко, что хрустнула шея. Хератый Геракл. А говорят, у страха глаза велики. Зрачки должны расширяться при страхе, когда человек испытывает страх. Так что он не боится. Узкая тропинка позади меня тряслась в темноте. Случай перехлёсываясь над нерукаватым туннелем. Есть здесь кто? Да. Пизда. Вопрос сорвался с губ и растворился в несморкающей скрипе деревянных идолов этих деревянных сосен. И взбрело мне в голову идти через лес одному. Наверное, я спятил или кто-то нарочно выманил меня из дома. Даруя слабую надежду, выдали меня заманчивые огни. Просёлочная дорога. Со всех ног я бросился туда, будто боялся, что тропинка сомнётся. Когтистые лапы схватили меня за плечи. За плечи повёрнутые и заставили взглянуть в лицо голодым обитателям леса. Но никто меня не задержал так. Не верю. В удачу я буквально вылетел на трухлявый мост. У ручей студённый и чёрный. Будто смола омывал опоры. Я упёрся ладонями и коленями. Из-под лобья глянул на лес. Фыркнул. Выровнял дыхание. Чащоба притворилась спящей, мировлюбимой, неживой. Остальной путь пролегал по заснеженной дороге, освещенной редкими фонарями так. Я отогнал дурные мысли. И постарался как можно быстрее перебегать от одного круга света к другому под защитой электричества. Как в детстве. В забаве. Где первому нужно закричать я в домике. Только домики эти были хрупкими. Я за их стенами. Непрерывно двигалась тьма. Вдруг я заметил дуршути странные. Там, куда не доставал свет, погасившаяся на реке, пожила и утроба. Зарычала. Вскобленная лохматая тень. Ее черты будто отторгали свет. А неестественная поза внушала страх. Я выпущенными глазами заморгал, чтобы прогнать невождение так. Хули рычишь, в морду все получишь. Но тень все еще была там и даже приблизилась. Слышь ты, сука, ты че нам окреться на рычишь? Еще кастрирую тебя, рычать не сможешь. Ужас, крутил мои кишки. А, это твой кишечник журчит. Тогда понятно. Так, я попятился и чуть не упал в сугроб. Шучело же выпрямилось во весь рост и спросило ласковым голосом. Чего крадешься? Душу мою украсть хочешь? Хуя, у тебя голос сексуальный. От удивления я лишился тара речи. Кто может говорить со мной таким шелковым голоском здесь между лесом и древнейшим поселком? Хули ты речишь? Чего молчишь, несмышленыш? Да кого несмышленышем назвала? Тьфу, у меня IQ 300. Язык вырвали? Слушай, а я тебе еще и нос откушу. Слышь, ты чего охраняла? Будешь знать, как заводить его в чужие дела. В смысле, я никуда его не сувал, что охраняла? Ты кому на кого бочку катишь? Судя по голосу и фигуре, это была девочка. Но не успел я отдернуть себя, дурак. Испугался девочки, как различил под капюшоном распахнутый рот и что-то опасно, блеснувшее в его широкие щели. Я обомлел. Ой, бать, лиса. А, это маска. Из пещеры капюшон на меня таращился пугающая живая листья морда. Только вот пасть ее не шевелилась, а глаза не моргали. Ну вот и шевелилась же маска. Обыкновенная девочка просто маску лисы напялила. По крайней мере, я хотел так думать. Как это случается? После резкого испуга я нервно заулыбался. А я головку от хуя. Что ты? Просто в школу иду. А тут ты. Что я? Нос в мои дела суешь. Никогда не видел, как лиса собаку кормит. В смысле, собаку кормишь? Я думал, ты ее жрешь. Действительно, возле ног девочки лисицы. Крутилась маленькая собака. Кажется, одна из дворняк, что носилась со мной вчера. Извини, я не хотел. Услышав мой голос, собака тяпнула. Прижала уши, затем принюхалась. Из-за филиала хвостом. Наверное, от нее... От меня пахло колбасой, что я ел на завтрак. Я смотрел на моську, то на девочку. Она уже... Мне казалось страшной, только странной. Значит, не хотел. Ну, ну. Ну, я и не хотел. Что-то мне маски делаешь. Как тебя зовут? А тебе какое дело? У меня, Антон. Стопаны. А тебя? А меня нет. В смысле, тебя нет? О, у нее глаза появились. Значит, это маска. Холи, ты хихикаешь. Чудная какая-то. С приветом. Явно. Я думаю, вы друг к другу подходите. Тут тоже с приветом. Зато голос приятный. Аторопь. Сменилась радостью. Незнакомка явно была человеком. Хочется странно с теми. Еще я немного злился на себя. Эта лисичка-сестричка гуляла суверами, как ни в чем не бывало. А я вздрагиваю от молевшего шороха. Может, можно было идти дальше. Но девочка раз... раздразнила чего-либо пытство. В следующий раз спроси меня, милиционер, заверли я знакомство на новом месте. Я ему отвечу. Ага, с говорящей лисицей. Сестрицей. Ты здесь живешь? Нет, блин, спите дракона. В поселке? И заурчала? Может, зарычала? Крутанулась вокруг себя. Что? Подолк. Шутки. Раздулся. Нет, глупый. А где? Я не глупый. Лисы не живут в поселках. А, в пещере, значит, живешь в норке своей. Хочешь сказать, ты живешь в лесу? Из какой нарытый вылез? Конечно, лисам среди людей не выжить. А что ты здесь делаешь? Пока они лисы. Шутки у нее тоже чудные. Как и карнавальная маска. Всего лишь попьем аше с наклеенным мехом. Собака напомнила о себе звонким лайм. Я отстегнул клапан рюкзака. Папа иногда подбрасывал мне в рюкзак что-нибудь вкусное. Печенье или яблоко, или даже мои любимые крабовые палочки. Говорил, мол, это тебе зайчика. Зайчика? Кустиниц от зайчики. Едобное угощение, которое... Оставалось от рабочего обеда или специально покупалось для детей. Обычно это со слов родителей гостиниц передавал зайчик. Но иногда это мог быть и другой зверек. Например, белочка или медвежонок. Все ясно, понятно. Дворняга. Спросительно облизывалась. Засеменилась ко мне. Лисичка явно чем-то угощала ее. Но, видимо, не утопила собачий голод. Зачем ты так вырядилась с утра пораньше? На утренник идешь. Незнакомка. Встрепнулась. Сбросив с носа серебристые снежинки. И будто стряхнула себя нечеловеческий облик. Предотвратившись из настоящего зверя. Хитрую, быструю, опасную лису. Во. Я вот это хочу соскриншотить. Во, превьюшка отличная. Зазеваешься. По плетях клочки. По закуточкам. Расорвется, съест и не подавится. Я пешил и встал, словно загипнотизированный. Пока не услышал ее приглушенный мелодичный смех. Скрытый за абразивный зверь. Видел бы ты свою маску, сладенький. А знаете, у тебя сладко между ног? Сладенький, она сказала. Тут я засмущался, покраснел до корней волос. Однажды мы с папой видели в засаде лесу. Та была вылинявшей, серой и тощей. А эта девочка, огненная лиса. Пушистая, как в сказке. Я до сих пор шарил в рюкзаке. Так, пальцы искали еду для собаки. Нащупал что-то мягкое, скромное. Ящие звери. Спроси-ка лучше у них, где они взяли свои человеческие лица. У нее явно крыша подтекает. Тень девочки. Плясала в свете фонаря. Собака будто соглашалась, одобрить тявкнула. В отнеожиданности я выронил находку прямо в сугроб. Толком не разглядев ее. Холодный ветер тут же засыпал крайне снежные лунки. Собака, решив, что это лакомство, бросилась на раскопки. Лиса лишь фыркнула. Я так рыбел, что не знал, куда себя деть. Это пределами электрического круга никак. Не рассеялась тьма напротив, будто бы сделалась еще гуще. В ее чернилах беспробудно дремали окрестные дома. А я постарался продолжить разговаривать с удивительной странной незнакомкой. А что я должен был понять? Ну вот, хотел подружиться, а она лишь в тупу скалит. Еще и обзывается. Во-го. В жопу таких. Все-таки стоило пройти мимо и не обращать внимания на... Что такого ты... На чудачку с ее глупой собакой. Ты чего обзываешься? Собака-то не глупая. Не хочешь отвечать, пожалуйста. Никто не требует. Что-то... Удерживало. Притягивало к ее темной фигуре. Таинственный облик. Томный голос. С бархатистой. С сладострастной лицей. Я был заинтересован и возбужден. Я смотрел на нее, как смотрят на пожар. Ой, да не думайся. Гляди-ка лучше. Ты нравишься Жульке. А ее Жулька зовут. Собачка разгребла снег. Громко сопя. Я резво перебираю лапами. Лисица углянулась на окна поближающего дома. На бревочный фасад в дымке. Кончик ее фальшивого носа блестел в свете фонаря. И не только ей. А кому еще? Я снова покраснел, как вареный рак. Это она про себя или про какого-то другого? Я надеялся, что в полумраке девочка не заметит мое смущение. Прежде чем спросить, я откашлялся. А кому еще я нравлюсь? Я ждал, считая удары сердца. Лисаня ответила. Ее лукавый взгляд. Бегал по морозным рисункам чужих окон. Читал их, как стеклянную книгу. Интересно, что она видит в январцевских узорах? Дворняга закончила попашиться в снегу. Заменила ко мне. Жимая в пасти на фотку. Варежка. Неужели то самое, что нашел в лесу? Что она здесь делает? Но приглядевший, я сразу понял, что это всего лишь... ...моя рукавичка. Может, мама подсунула мне их, пока я спал? Я тут же вспомнила о пропавшем мальчике. Эй, ты знаешь что-нибудь про Вову? Перед глазами встала картина. Пляшущие силуэты на пустыре. Танцы в ночь, когда исчез Вова. Мальчик. Мальчик, находка. Сулит мне большую награду. Какого хуй ты взял, что тебе большую награду сулит? Хоть это дадут поссать и все, и отпустят. Небольшую награду. И даже может спасти мою семью. Я вспомнил свой день рождения, когда родители обещали отвезти меня с сестрой в Париж, в Диснейленд. Но вместо долгожданного подарка родители с нераскрываемым смущением преподнесли мне обычный Тетрис. Как я тогда плакал и требовал, чтобы меня везли на обещанные аттракционы. Именно тогда мама с папой впервые поссорились. Мой каприз надломил их отношения. Если бы только я мог все исправить. Собрать всех, кого я люблю. Отвезти в Диснейленд. Наверное, на ее маску будто бы стала еще в ехидни. Лиса словно принюхивалась. Нет, блин, обосрался. За себя или кого-то еще? За сестру. Оля, при мысли о сестре, грудную клетку, жалость, тоски и холодный пот сбежал по позвоночнику. Ну так слушай меня внимательно, мальчик по имени Антон. Это большой и страшный лес. Лисичка сделала грозный шаг вперед. И я не единственный его обитатель. Не единственный его наркоман. Другие звери уже знают о тебе. И кто они? Эти наркоманы подъездные. Берегись нас. Этой ночью мы опять придем. А нахуя? Все же не стоило знакомиться с этим злом в детском обличии. В панике думал я. А ты со своей семьей будешь спать? Подкрадемся близко-близко. Макарену! Близко-близко Макарену. Че? Эй, Макарена, Макарена. Эй, Макарена! Со всеми ебанулась. У тебя прямо челюсть отвисла, Антоша. Видел он меня ночью у своего окна. Ага, как же. А ты, случайно, не местный дурачок, нет? Местный наркоман, блин. Меня не отпускают гулять так поздно. Здесь, знаешь ли, дети пропадают. Блин, а выходим в музычках заиграл, такая классная. Я потрогал пластиковую душу очков. Озатаченный глупой шуткой. Напугался до чертика. Ой, да не тереби ты окуляры свои. Я раньше тоже близорукой была. Лучше послушай меня. Может быть, ума наберешься. Лисичку, как обычно называют. Пиздоболка. Плутовка? Есть три яичка твою душу. Она вдруг заговорила обешено. Ух ты ж! Да как ты меня? Что, правда глаза колет? Ой, прости. Девочка заспелась, словно серебряным колокольчиком зазвенели. Ты шучу я! Конечно, плутовкой. Можно пояснительную прикладу, кто такая плутовка. Если ты ловкий и смелый, не боишься с плутовкой водиться, я так и быть, помогу разыскать этого Вова. А ты что-то знаешь о нем? Ты же не спроста его ищешь, да? Я неопределенно поводил плечами ее. Подозреваю. Прозорился. Осторожно. Почему дети повадились соваться в наш лес? Порой там можно найти много всякого интересного. Закладки? Я вот однажды нашла целый сугроб конфет. И купалась в нем. Да так что челюсть слиплась. А я думал, что там закладку нашла. Сугроб конфет. Поинтереснее ничего не могла найти там мешок кокаина. Мефедрон. Даже хотя бы все ношу. Ладно, хрен с тобой. Я снова улыбнулся, но на этот раз неискренне. Посмотрите, какой недоверчивый. Ну-ну, а что ты на это скажешь? Конфеты. Она приподняла руку в меховых перчатках. В ладони лежали горсть разных сладостей. В городе, где я когда-то жил, также продавали на рынке или в киосках. Среди вкусных сокровищниц я заметил свою любимую жвачку. В яркой оберстке. Знакомая надпись. На фантике написано турбо. Треугольная лихия морда. Тыкнула носом в мою сторону. Угощайся. У меня их полные карманы. Давайте возьмем. Я принял угощение, почувствовал, как пахнет. Девочка с шерстью, дымом, фейерверков и петард. С цитрусами. Праздником, наконец. Пальцы покрылись. Когда я осторожно распечатал фантики. В ноздри уловили аромат персика. И чего-то еще. Незнакомого, но приятного. Фу. Фруктовый кубик. Отправился в рот. Я задвигал челюстями. Перемалывая резинку. На вкус обычная турецкая жвачка. Разве что язык слегка онемел. Развернул вкладыш. Я обомлел от счастья. Мерседес Бенц. Турбо. Кстати, у меня такая раньше была. Именно вот такая вот наклейка. Мерседес Бенц ее еще на шкаф приклеил. На нем Мерседес Бенц редкий. И от того желаемых супер коллекции. Коллекции каждого мальчишки моего прошлого двора. Сердце бухнуло. Ребра. Я с трудом оторвался от вкладыша. Не верю в свою удачу. Вишни зря-то начинал очки на удачу. Господи, я уже заговариваюсь. Это же... Это... Теперь понял, что можно найти в лесу. Кокаин? Мефедрон? Только на твоем месте. Я бы туда в одиночку не ходила. Тебе вон от жвачки в забуды ханье сперла. А представляешь, что с тобой будет, если найдешь чемодан таких фантиков? Я думаю, чемодан мефедрона и кокаина. Голову напрочь снесет. И пиши, пропала. Ну и хрен с ним. Необычное угощение. Кокаина сама. Под ею с мешком я осторожно спрятал вкладыш в портфель. Словно посадил бабочку в баночку. Здесь все не так, как должно быть в понедельник утром. Кто же это такая? Спрашивать было глупо. Не ответит. Или соврет. Ужасно хотелось заглянуть под маску. Все больше казалось, чтобы не прячется совсем маленькая девочка. Не маленькая девочка. Может, Вова тоже нашел сугроб сладостей и теперь кувыркается в нем? Слушай, вдруг он решил остаться в лесу. Тогда, наверное, ему очень холодно в одной варежке. В смысле? Ты что-то знаешь? Выкладывай все. Ветер подхватывал ее слова, как дым от костра, и уносил в темноту, в дремущую чащобу. Деревья позади скрипели и скрежали ветками костями. Или с ним что-то случилось в пути. Слышь, не томи, говори. Лес словно оживал от ее голоса, прислушиваясь, проникливаясь, точно любопытный зверь. Леса отвечала таким же внимательным взглядом. Такие звери? Это по-твоему страшно? Ну, не знаю. Не знает. Уж не с двоечником ли я подружилась? В смысле? Я отличник. Слово двоечник мне не понравилось. А вот подружилась даже очень. Хорошист. Хорошист, оптимист, твою душу. Белда пушист. Пойдешь со мной? Хорошист, Антон. А мы будем там этим кувыркаться. Найдем твоего Вову. И сам его спросишь, что он нашел в этой пуще. Ну, давай пойдем. Пока мы вместе, никто тебя в лесу не тронет. А вдруг ты меня кинешь. Вот увидишь. Внутри тревожно что-то заворчало. Лучше уходить. Посоветовал шепоток. Я тебе не верю. Вот именно. Ты думаешь, я вру, я? Еще какая. Да и пожалуйста. Никогда никто не верит. Ну, естественно. В голосе незнакомки чувствовалась обида. Пойди, пойми. Наигрывает меня она или нет. Наебывает. Лиса отвернулась. Будто я мигом перестал ее интересовать. Жвачка стала горчить. Вспомнилась папина любимая фраза. Где твои манеры, сын? А ведь лиса и вправду была ко мне добра. Не обижайся, пожалуйста. Лисы бывают и добрыми. Ну, как в сказках. Мне бы только понять, что ты за лиса. Девочка мелодично хихикнула. Прикрыв руками нос маски. Тогда пойдем со мной в лес. И ты все обо мне узнаешь. У-у-у. Звучит пошло. Но не сейчас. А когда расцветет. А то тебя, бедного всего, аж потрехиваю. То выгляди-ка, Андрашка, хватит. Пойда, провожу тебя до школы. О, пошли. Услышав это, собака согласна гафнула и бросила возиться с варежкой. И он нагнулся, чтобы подобрать. Чуть было не сбежавшую от меня варежку. Ну, если тебе по пути... Почему она сказала, что вове холодном в одной варежке? Значит, о в курсе. Она о чем-то знает. Мы двинулись навстречу школе и потерявшемуся рассвету. Блин, пипец у нее зубы. Охрененно. Тут и там. В окнах домов загорелись огни, словно их обитатели. Подавали нам неведомый сигнал. За шторами мелькали силуэты. Изредка лояли дворовые псы. Из трубы ввелся серый дымок. На кухне бубнил телевизор. Звенела посуда. Мы смотрели, как неохотно просыпалась со поселок. Собака сам осторожно шагал по заснеженным кулиям. Я шел по левой, она по правой. А собака полилась за нами следом. Я ждал, что лиса продолжит свои чудные разговоры. Но она всю дорогу молчала, словно играла со мной в какую-то... Ведомую ей одну игру. Лишь изредка плутовка хихикала, когда собака неловко чихала. От падающих носу снежинок. Будь здорово. Я первым нарушил молчание. А, ну конечно. Имена, имена. А, имена, бла-бла-бла. Людям непременно надо вешать ярлыки на все подряд. Ну и как бы ты назвал такую лису, как я? Плутовка. Даже не знаю. Но я читал про лису по имени Алиса. Ни раз не слышал. А что? Я не против. Пусть будет Алиса. И не поймешь, шутит она или серьезно. Я оглянулся, словно искал подсказки у собаки. У темного неба. Без проблескного зари. Мои немые вопросы оставались без ответа. Впереди уже рисовалась школа. Кирпичная коробка. Застрявшая в нескончаемой ночи. Свет ее окон. Сулило ничего хорошего. Деревья. Часовые. Охраняли пришкольный участок. Крик, детский смех и чей-то свист разорвал тишину. Мы ходили сюда с мамой, как только приехали в поселок. И тогда школа оказалась уютной. Пустые коридоры, пахнущие полиролью. Пушистый снег снаружи. Второй раз я пришел один за учебниками и все пытался представить ровесников, скатывающихся по перилам, малышей, бегущих в библиотеку и учителей, важно, вышагивающих по коридору. На пороге, нахлобученный, на затылке, о шапках и спортивных штанах, курили старшеклассники. Их ведь отразвял мое представление о школьном уюте. Какого хрена они курят на пороге? Им что училки не выпьеды не дадут, родителей не вызовут. Их за дешевле не смотрят. Обычно все бегают за школу. Они вообще в доску охуели. Колючие глаза и желтые от никотина зубы. Кривые усмешки. Все это вгоняло в тоску. Ровно по мощи хмурому и зимнему утру. Погрузившись в мысли, я совсем забыл про попутчицу. После уроков жду тебя на заднем дворе. Хуй дождешься. Возле повешенного. В смысле? Возле кого? Она проигнорила вопрос. Сука, ответь возле кого? Я поколебался. Не хочется и колется. Говорит мама, когда я никак не мог решиться. Мысли маме помогло мне ответить. Эх, Антоша, Антоша. Это я тебя так просто отпустила. А че меня мог кто-то и не отпустить? Другие же незаметно подкрадутся со своими улыбочками. И вцепятся. Клеща меня оторвешь. Другие это кто? Попомни мои слова. Хуя назевнуло. В смысле это еще не маска? Что еще за трюк такой? Кто-то из пробегавших вдалеке ребят выкрикнуло мое имя. Я машинал себе, обернулся на круг. Увесистый снежок прилетел. В полуметре от моего плеча и задел собаку. Жалобно тявкнув дворняжка припустилась в сторону ручья. Только хвостом мелькнуло. Суки, нельзя так собакой пидарасы. Застреленный нахуй. Темнота пожрала ее, так и лисичка пропала без следа. Растворилась в морозном воздухе. А может в тень мою спряталась. Я сглотнул жвачку. Вот лох. Глубокий вдох. Я двинулся к школе. К запаху. Котлет в тесте. Котлет в тесте. Что за хрень? Кричьемся на снег свету. Давайте осмотрим. Так. Неподалеку. Забравшись перед передним кайсом на затянутый гололюдица и бордюр. Разместилась новенькая Волга. Черная, как сажа. Словно сбежала из папиной страшилки. Что он любит рассказывать на чердаке в грозу. Помню, как он грустно улыбнулся, припоминая воронок, похищающих маленьких детей. Отец говорил, у него словно внутри катафалка. В окошке салона маячит белый шторик. А в номере стояла буква ССД. Знаешь, что это значит? Смерть советским детям. Смешно. Я ведь тоже родился в Советском Союзе. Интересно, чье это гнездо? А может сороки? Вороны? А может ёбаной совы? Тогда наверняка в нем полно всякой блестящей сячины. Цветных стекляшки. Лимонадные пробки. Отполированные монеты. Или детские брекеты. А брекеты тут причем? Тогда давайте к охраннику. Высокий мужчина курил, пуская тубы дыма по ветру. На учителя не похож. Или может физрук. Я осторожно осмотрел его лицо. Будто высеченное из гранита. Заячью губу над тлеющей сигаретой. Мужчина проигрывал брелками и внимательно смотрел на меня. Огонек отражался в глубоком посаженные глаза. Так я потупился. Взор громил и лениво отклеился от меня. И устремился на дорогу. Понятно. Толпа летящих старшеклассников с шапками. На бекрень. Таким лучше на глаза не попадаться. Пойдемте в школу. Что у нас там по времени записи идет? 39. Нормально. Так. За деревьями приглушила звучала голосом. Мигали. Лампа. Тьма ползла мимо окон. И казалось, что школа плывет. В открытом космосе, как заблудившийся звездолет. Расписание. Поднявши на второй этаж, я заметил толпу расписания. Все что-то оживленно обсуждали. Я подошел поближе и через стены рюкзаков и спину сумел разглядеть то, что вызвало такой живой интерес. Слева от расписания к стенке было прикреплено объявление. Опечатан на принтере листок. Прочитать. Внимание. Пропал ребенок. Матюху Вова, 10 лет. Матюху Вова, 10 лет. Ученики 4 класса. 5 января примерно в 4 ушел из дома. И не вернулся. В последний раз Замечено мосту через реку Ольшанку. Был одет в оранжевую куртку с капюшоном. Вязаную черную шапку, шарф и серию варежки с зелеными полосами. При себе мог иметь массовый автомат. Особые приметы. Рост 142. Худощавое телосложение. Волосы русые. Глаза зеленые. Всем, кто может сообщить информацию о местонахождении Вова. 4 класс. Вова был мертвецом. Седом котом. Может это живущий в чечебе мрак. Впитался в его поры. Изучив лесу так. Пластиковый автомат. Не защитил его. Шепотом. Вещего ветра так. Пустые глаза. Счезавшего школьника. Сверлили меня, будто малили о чем-то. Не выдержав взгляд, я отвернулся и поспешил к окну. Уселся на подоконник. Этаж постепенно заполнялся детьми. Они собирались группками по несколько человек. На меня никто не обращал внимания. В сумерках у туалетов детские голоса щеканили светалочку. Я повернул голову в сторону, приглядываясь к фигурам. Но тут мое внимание отлёк громкий цоканье. По коридору у города, задрав подбородок, профилировала учительница. Каблучки стучали о пол, как копытцы. И он вторили шаги девочки, которая держалась рядом. Очень важная она остановилась, чтобы шопнуть на ухо однокласснице какой-то секрет. Староса, наверное, вон ей вручают классный журнал. Екатерина, возьми, пожалуйста. Катерина, Катя. Учительница открыла кабинетную дверь. И толпа, глядя и толкаясь, повалилась внутрь. Среди них всех выделился высокий жирный толстяк с плечами на лице. До странности напоминающий гранат. Нет, доброе предчувствие зашевелилось. Волоски на моем загривке. Так, встречал я уже ребят с такими бегающими глазами. А таким каркающим смехом. Девочка похожа на учительницу. Её меньшинная копия. Предостерегала твластика жестом. И порасчищала тропки. Вошла в кабинет. По расчищенной тропинке, блин. Какой-то паренёк замешкался в проходе. И рыжий тут же прихнул его. Хуя, он дерзкий. Мальчик пролетел, размахивая руками. В попытке сохранить равновесие это. Толстяк рассмеялся. Притворный готов подхватить несколько человек в его окружении. Они хохотали, словно щелкали ножницами большим. Страшными садовыми ножницами. Чё за хрень смешного? Кабинет засосал детей. Коридор опустел. Мне захотелось врасти в подоконник. О, анимация. За окнами редкие фонари. Боролись с темнотой. Бархатались. Как флуорес... Как флуоресцирующие рыбы в чёрном океане. Сейчас скример забудет. Сука, скример же будет. А что если сейчас убежать? Выйти туда и раствориться во мраке. Я представлял, как бегу по снегу. Как он скрипит под моими ногами. И с каждым шагом я всё легче. Всё, несомнений. Ай, твою душу. Трель звонка возвращала видение. Я с неохоткой отлип от окна. Потом несколько раз глубоко взохнул, чтобы хоть немного усмирить разбухшивающийся пульс. И вошёл в класс. О, училка. Чёборноучительница. Смирила меня разрушённым взглядом поверх очков. Хули надо, хули надо, хули вылупилась. Так, ладно, на этом, пожалуй, закончил. Спасибо за просмотр. Продолжение увидите, как обычно, в следующем ролике. Всех люблю, обнимаю, штур. Субтитры сделал DimaTorzok